МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году сгорелся конфликт между мужчиной 84-го года рождения и парнем 95-го года рождения. Ссора дошла до того, что более молодой ее участник достал нож и воткнул его в своего оппонента. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан на месте преступления. Он находится под подпиской о невыезде. Жительница Пуровского района поверила телефонным аферистам и лишилась почти 2 миллионов рублей. Так доверчивой женщине еще в августе позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. На том конце провода ей сообщили. «Вы покупали БАДы, они оказались некачественные, и вам за это полагается компенсация в размере целых 15 миллионов рублей». Услышанная потерпевшая поверила и спросила, что ей делать дальше. Жительницу Ямала попросили для получения этой суммы оплатить услуги адвоката, что она и сделала. Так, на счета аферистов с августа по ноябрь ушло около 1 миллиона 700 тысяч рублей. Но после того, как женщина сообщила лжеполицейским, что ей больше нечем платить, те оборвали с ней связь. Тогда-то она и поняла, что ее обманули. Полиция по этому факту возбудила уголовное дело. Накануне в Ярсале горел многоквартирный жилой дом. Пожар произошел на лестничной клетке третьего этажа. С ним боролись 16 спасателей на двух спецмашинах. Огонь в квартиры, к счастью, не проник. Также в этом пожаре не пострадал никто из жильцов. Дознавателям теперь предстоит выяснить причину и ущерб от пожара. За сутки на дорогах округа произошло 19 аварий, в которых пострадали 5 человек. Так, накануне утром в Салихарде КамАЗ проезжал перекресток на зеленый сигнал. В этот момент в неположенном месте решил перейти дорогу пешеход. Грузовик сбил его. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. А теперь вернемся к аварии, о которой мы рассказывали вам накануне. Так, вблизи Ноябрьска столкнулись два крупногабаритных транспорта – автобус «Волжанин» и «КамАЗ». По уточненным данным, пострадали три пассажира автобуса. Еще одного человека пришлось госпитализировать. Водитель транспорта утонул. Поиски его тела не принесли результата, сообщили в Ямалспасе. Однако работы будут продолжены, заверили в ведомстве. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. С 1 ноября по 28 декабря 2019 года лечи зубы в клинике современной стоматологии «Все мои 32» и выигрывай призы. Главный приз – айфон 11. А еще наушники, сертификатные услуги на 10 тысяч рублей, ирригатор и набор щеток для семьи «Уропрокс». Запись по телефону 23 95 95 или 25 95 95.